В Лопатинской школе учатся ребята многих национальностей. С начала учебного года в отдельных классах и по всему образовательному учреждению прошли тематические уроки и выставки по общей теме «Мы разные, в этом наше богатство». Одна из самых интересных форм привлечения внимания – благотворительная ярмарка. Настроение хорошее, сейчас скоро начало. Я думаю, получится намного круче, чем в прошлом году. Должна быть взаимосвязь между какими-то странами. Не будет такого, что мы такие, мы дружим только с такими, мы такие, мы дружим только с такими. Должна быть какая-то взаимопомощь, взаимопонимание, взаимодружба. Это очень важно. Шумная и раздольная ярмарка вольготно расположилась в широких школьных коридорах. Ребята с третьего по девятые классы представили свои товары взыскательным покупателям. Это наклейки. Отставка стоит. Мальчишки и девчонки из пятого А-класса очень ответственно подготовились к ярмарке. При помощи родителей напекли вкусняшек, подготовили национальные наряды, выбрали самых активных для азартной торговли. Нам очень нравится, потому что мы можем себя почувствовать в роли взрослого человека, который тоже что-то сам продает. А возле стола третьего Е-класса наблюдалось особое оживление. Покупателей и гостей привлекала самая юная участница. Восьмимесячная Арина Корнилова внимательно и по-взрослому наблюдала за всем происходящим. Очень любит все мероприятия массовые, ей все нравится. Я смотрю, ребенок молчит и даже радует. Но пока еще вкусняшки такие не ест, да? Нет, она поддерживает моральный сестер. У нас 12 участников. Вот сейчас я как-то немножко их разделила. Хотят участвовать все. Принесли всего очень много вкусного, разного и татуировки, и просто выпечку, и подделки. Участники благотворительной ярмарки наглядно продемонстрировали своим однокашникам и гостям, что в школе царит уникальная атмосфера дружбы и добрососедства. И такие неформальные встречи на постоянной основе дают возможность укрепить эти невидимые связи. Планируем провести в ближайшее время благотворительную ярмарку, посвященную новогодней тематике, где будут представлены новогодние сувениры, сделанные своими руками. И обязательно имбирные пряники, как традиция Нового года. Попробовать перед Новым годом вкусные имбирные пряники вряд ли кто откажется. Поэтому очередная ярмарка будет пользоваться повышенным интересом покупателей. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.